так александр еще раз добрый день здравствуйте большое спасибо что нашли время с вами пообщаться вот и собственно говоря хотелось бы поговорить о ряде юридических аспектов нынешней непростой ситуации как мы знаем во всем мире авиакомпании находится в крайне сложном финансовом положении и вполне можно ожидать череды банкротств ну в том числе и в россии но вот однако как мы слышали в апреле двадцатого года был были введены поправки федеральный закон о банкротстве и значит было введено понятие моратория и дальше как я понимаю постановление правительства сейчас вот эти авиакомпании россии защищены этим мораториям вот могли бы вы рассказать подробнее как это за механизм что это за механизм как он действует да это новелла в российском законодательстве то есть аналога у нас еще не было у нас есть там понятие мораторий но это для цели конкурсного производства это уже отдельная совершенно стадия уже когда общество находится в стадии банкротства это это несколько иное или в стадии финансового оздоровления здесь речь идет о том что до 1 апреля текущего года были приняты поправки федеральный закон о банкротстве по которому ввелся понятие моратория и 4 апреля правительство утвердило критерии для применения в первую очередь по отраслевой принадлежности для определенных компаний это значит туризм авиация транспорт спорта фитнес общественное питание но там отели и ряд других и второй критерий который был применен это мораторий применялся также к системообразующим организациям так называемым и согласно списку постановления правительства который периодически пополнялся соответственно если мы говорим о об авиации авиационной индустрии то все авиакомпании попали под первый критерий и соответственно в отношении всех авиакомпаний действует процедура моратория то есть я я сейчас подробнее расскажу что это означает это означает что до 6 апреля но во первых мораторий на данный момент введен на срок 6 месяцев это 6 апреля по 6 октября включительно но законодатель оставляет за собой право его продлевать в зависимости от развития ситуации соответственно на все правоотношения которые возникли до 6 апреля если у кредиторов имеются права требования соответственно не платежи какие-то неисполнение обязательств должниками в данном случае авиакомпаниями то законодатель ограничивает их право на первое предъявление требований в рамках исполнительного производства то есть могут выдаваться соответственно признавать выдаваться решения но соответственно законодатель замораживает стадию исполнительного производства это как то это обращение взыскание на имущество которое было в залоге а также иные способы удовлетворения требований кредиторов как то допустим списание безакцептное списание со счетов и так далее и так далее но однако это уже согласно разъяснением верховного суда которые были 30 апреля где суд рассматривал текущие вопросы связанные с пандемией по банкротству он сказал что но вот арест как таковой он не ограничен то есть в принципе арест на имущество он может быть наложен но сама процедура реализация она невозможна на период пандемии также запрещается начисление штрафных санкций это проценты на сумму неисполненных обязательств и ряд других мер а также распределение в отношении данных общества запрещается распределение дивидендов между участниками или акционерами акционерами акционер на акционерами данного общества что это все означает это означает то что законодатель таким образом попытался защитить определенное общество которое либо по отре слевой принадлежности либо в которой системы образующие предприятия от можно даже так сказать от незамедлительного банкротства потому что мы все прекрасно понимаем что авиация наверное одна из наиболее пострадавших отраслей в рамках пандемии не только у нас это в принципе по всему миру так александр скажи пожалуйста а появилась уже какая-то вот судебная практика или вам и предприменение вот этой вот новации законодательной то есть уже она как-то используется или пока она существует просто в таком теоретическом плане что есть такая возможность нет она начала появляться причем вы знаете в отцу это еще было в отсутствие данного разъяснения обзора верховного суда наши суды к сожалению трактовали данную данную норму крайне широко то есть мы видели несколько случаев где либо значит просто был применен подход когда у кредиторов спрашивали а почему вы считаете предоставьте доказательства что данная авиакомпания или там в данном случае там не авиакомпания была просто общество должник подпадает вообще в принципе под мораторий что что является знаете крайне широким трактованием потому что у нас есть заработал как раз таки соответствующий раздел налоговой службы где можно в принципе эту информацию проверить какое общество подпадает какое нет либо ну скажем так то есть суды вставали и трактовали широко крайне широко данную норму в пользу должников что вызвало я сейчас просто немножко историю расскажу что вызвало вообще в принципе то есть это мораторий он вызвал сразу опасение у кредиторов потому что допустим выданные кредитные линии есть либо имущество там воздушно суда находящиеся в аренде и приняв вот эту вот норму то есть в принципе очень большой пласт кредиторов сразу отрезался то есть от от того что просто в компании могли закрыться этим мораториям и до 6 октября не платить таким образом была еще одна поправка принята по которому было сказано что должники то есть данной компании могут в добровольном порядке отказаться от применения данного моратория и мы видели несколько случаев они уже есть это на соответственно федоресурсе есть такой сайт где компании в принципе добровольно отказались от применения моратория это было связано там либо по причинам того что там в компании хотели дивиденды распределить между своими соответственно участниками или акционерами либо скажем так пойти навстречу кредиторам и не портить вот эти вот долгосрочные отношения которые у них есть потому что так или иначе кредиторы идут навстречу своим партнерам скажем так должникам и естественно реструктуризировать кредиты прежде всего они просто переносят даты платежей на несколько месяцев как вот допустим нас с аэрофлотом и с остальными компаниями произошло получается что если кредиторы уже реструктурировали график платежей допустим и внесли какую-то отсрочку то тогда как бы откуда может возникнуть вот это вот сама необходимость применения вот этого моратория тогда же никто вроде бы и в суд не подает о банкротстве или предполагалось что авиакомпания может сама как бы на себя подать заявить о банкротстве и сказать что она не будет выполнять эти платежи если компания подает ну в добровольном порядке скажем так инициирует процедуру банкротства то тут абсолютно четко есть правило что моратории в отношении нее не применяется то есть это уже применяются общие 100 общей стадии процедуры банкротства идея моратория я думаю прежде всего в том что бывают то есть есть определенный пул кредиторов не обязательно в авиации то есть в целом которые крайне неохотно либо реструктуризируют эти кредиты либо путем реструктуризации могут скажем так навязывать дополнительно какие-то свои условия вот то есть в целом в целом что мы видим в авиации это в авиационной индустрии это то что ну как правило лизингодатели достаточно охотно идут навстречу и как правило это выражается просто в переносе платежей там каких-то сложных реструктуризации мы не видим на данный момент сейчас да сейчас лизингодатели в такой положении такой ситуации что они ну как вынуждены не вынуждены идут охотно на перенос потому что в общем то возвращается полет себе и делать его и ремаркетинг в нынешней ситуации невозможно то есть он полностью перенасыщен плюс еще извините вот добровольный моратория отказ от моратория он упрощает внутренние процедуры но для банков для выдачи новых кредитов он он значительно упрощает потому что у нас вот мы очень вот последние две недели активно консультировали кредиторов по применению этих этих норм и так далее потому что внутренние риски определенного департамента которые рисками занимаются они очень тщательно со всех углов это рассматривали насколько нужно повышать риски на заемщика и так далее то есть применение нормы о добровольном отказе она скажем так возвращает ситуацию в ситуацию до пандемии до до применения до введения этой нормы скажем так то есть если компания отказывается от моратория то получается что у банка больше возможностей дать дополнительный кредит для того чтобы да да и мы это видим и мы это видим в принципе уже такая практика есть и единственная моратория не применяется в период уже в период после 6 апреля и до 6 октября то есть логика законодательная такая что если вы все-таки вступаете в какие-то сделки в этот период но эти сделки уже на ваш страх риск то есть вы их заключаете в данный период поэтому для вас применение моратория невозможно то есть нельзя сейчас условно говоря набрать кредитов и закрыться мораториям нет и об этом в принципе тоже прямо сказал достаточно четко верховный суд а как в целом вообще вы оцениваете вот это изменение в законодательство насколько она полезно ну там первого речи для авиакомпании но и вообще для всех тех как это хозяйствующих субъектов которые могут воспользоваться этим мораториям для кредиторов опять же насколько ситуацию усложняет вы знаете мы можем просто посмотреть аналог скажем так американского chapter 11 это ну скажем так аналогов ему нету в мире потому что там совсем просто прогрессивное законодательство в этой части работает и более того там многие иностранные даже компании пытаются применить эту норму каким-то образом вот но я считаю что это временная мера она действительно в россии может помочь некоторым обществом которые действительно очень сильно пострадали от и продолжают нести убытки связанные с пандемией и в принципе на какой-то момент это действительно спасение на полгода от того чтобы ну просто банально тебя не объявили банкротом это действительно так и я считаю что норма с точки зрения именно операционная компания которая непосредственно работает она в той или иной индустрии она действительно может им помочь но опять же с другой стороны если посмотреть да и плюс законодатель оставляет опциональность то есть если применение моратория очень сильно осложняет отношения там какой-либо компании с его историческими кредиторами то как то в принципе законодатель логично позволяет данной компании отказаться от применения моратория то есть в принципе может он ему и не нужен поскольку все эти сделки кредиты и иные там договоры возникшие до 6 апреля может быть по ним они уже давно договорились и в принципе и нет необходимости закрываться этим моратория такое тоже возможно ну да но в принципе действительно мы тут видим и такие такие ну естественно не полную идентичность но некоторое сходство вот одиннадцатой главой американского законодательства о банкротстве именно в плане того что действительно и и так сказать должник может защититься от такого безусловного взыскания да да то что кредиторы не могут его вот так сказать ну тут же просто все забрать сразу все и остановить деятельность с другой стороны именно возможность вот этого добровольного отказа она добавляет некоторую гибкость и точно так же как в одиннадцатой главе там по-другому насколько я понимаю это реализовано но там кредитор который добавляет как бы дополнительные кредиты выдает он получает больше некий приоритет в списке кредиторов то есть таким образом получается что кредиторы более заинтересованы в том чтобы дать компании в сложном положении еще дополнительные деньги и дать возможность ей выкарабкаться из этого положения остановить компанию но и попытаться заполучить то что есть точно так же и здесь в общем то вот возможность такого диалога она вероятно дает такую дополнительную гибкость то есть видимо видимо ну то есть можно надеяться что каким-то компаниям это пойдет да да действительно но вы знаете моратория просто общаюсь с вами коллегами у нас фирма которая там в разных юридикциях странах представлена очень много где вели похожие похожую норму о моратории просто она в зависимости там от того от той или иной страны применяется либо к только к предприятиям малого и среднего бизнеса либо она применяется только по отраслям либо она применяется исходя из то есть в она либо она применяется без всякой отраслевой или или как или каких-то критериев она применяется просто на предприятие которое продолжает свою работу вот в данный текущий период период времени мы такое тоже видели вот интересно может быть пару слов про европу скажите потому что я помню что когда был кризис вот восьмого десятого года и там многие европейские компании ну как бы вздыхая или не вздыхая говорили что но вот американцам то хорошо они там с первого года 2001 года они там некоторые даже по нескольку раз прошли через процедуру банкротства они не останавливали работу свою и так далее да что вот у американцев хорошо у нас вот это да более того корпорации боинг активно рассматривает опцию по chapter 11 то есть что же говорить там про авиакомпании в сша которые много раз прошли тоже по и канады кстати говоря и канадские авиакомпании тоже применяли эту норму потому что не то есть не американская компания может применить chapter 11 по по критериям если у них есть какие-либо активы причем активы и там не говорится о том что они должны быть скажем так измеряться какими-то критериями неважно то есть любые активы на территории сша либо любое аффилированное общество которые там созданы то есть и в принципе многие авиакомпании и компании мира пытались и успешно кстати говоря применяли в чаптер леван глава одиннадцатого кодекса о банкротстве и так уж не говоря о местных компаниях которые работают с сша а вот европейские как вот нынешний современный опыт какие что какая у вас информация по европе ситуация такая у них к сожалению то есть во первых нужно исходить из того что законодательство о банкротстве как такового унифицированного у них нету у них нужно смотреть прежде всего на законодательство каждого из участников соответственно евросоюза есть общая некая соответственно норма согласно которой ты можешь инициировать процедуру банкротства допустим великобритании и она будет признаваться соответственно среди всех стран участник и участниц из евросоюза при отсутствии конфликта в применимом праве скажем так то есть по большому счету если ты инициируешь банкротство в великобритании и у должника есть активы в германии по большому счету суд в германии может признать такое что признать решение о возбуждении соответствующей процедуры банкротства и продолжить ее применять соответственно в германии только уже по соответственно по местному законодательству вот как такового у них аналога чтобы говорить что у них тоже есть некий там chapter eleven об этом говорить не приходится великобритании есть похожие несколько похожие концепция она позволяет тоже привлекать финансирование для компании которые находятся банкротстве но это скажем так очень похоже там на континентальной нормы где нужно получить одобрение суда одобрение так называемого ресивера управляющего этой массой а банкротный там и так далее так далее поэтому я думаю то есть наше законодательство о банкротстве наверное в целом похоже на европейское европейское ну где-то местами более прогрессивным местами менее прогрессивным но оно плюс минус в общих чертах также напоминает наше то есть прежде всего мы будем смотреть на нормы местного закона допустим если мы говорим там про италию мы сразу смотрим на на местное законодательство банкротства и далее если у нас есть основания полагать что активы должны как находиться где-то еще то в принципе там действует упрощенная процедура ну вот да возвращаясь к ситуации в россии в общем то если мы посмотрим на обозримый исторический опыт есть предыдущий то с авиакомпании ситуация была такая как я представляю себе что все авиакомпании которые ну в итоге формально обанкротились да они банкротились как бы задним причем задним числом по той причине что деятельность компании останавливалась не в результате действия закона банкротстве да на закон несостоятельности да да просто решение бруса авиации приостанавливалась или вообще отзывался сертификат эксплуатанта после которого после чего авиакомпания уже не могла выполнять свою работу и на этом после этого процедура банкротства становилась банкротства не в плане так сказать юридического банкротства да а в плане прекращения деятельности компании она становилась необратимой и через какое-то время уже проводилась формальная процедура уже значит по соответствии законному банкротству какие там находили средства такие находили и вот такое вот как бы предварительная остановка компании она с одной стороны конечно же всегда заявляла что это в интересах пассажиров которые значит там могли купить билеты и так далее но тем не менее решение принималось всегда вообще до вне юридической плоскости вот вы с точки зрения юриста вот оцениваете вот такой подход и будет ли он продолжаться сейчас или он как-то видоизменится какие ваши прогнозы ну будем наверное объективно естественно мы ожидаем ряд банкротств все будет зависеть от того насколько быстро вот те деньги которые в виде помощи которые там президент россии объявил что должны выделить как быстро они дойдут и по каким критериям они дойдут и прежде всего кому они дойдут вот но если мы посмотрим соответственно на список системы образующих предприятий там в принципе если следовать этой логике то там находится ну практически все ведущие авиакомпании крупные вопрос что делать не крупным авиакомпаниям и хорошо но вот на время допустим они закроются положениями моратория но в отсутствие скажем так перевозок в отсутствие получения прибыли то есть рано или поздно вопрос о том что делать дальше он действительно встанет и здесь конечно мы это вы знаете вот это не в отличие как раз таки от американского закона об банкротстве chapter 11 когда ты можешь подать соответствующие заявления из данного момента любые требования кредиторов они незамедлительно останавливаются и ты но ты имеешь возможность продолжать дальше свою деятельность причем ты можешь выбирать договоры которые остаются в силе и ты их исполняешь и работаешь со своими контрагентами ты не останавливаешь свою деятельность и так далее и так далее поэтому в нашей ситуации если мы говорим о том что там так или иначе будет банкротство оно будет оно я не вижу на данный момент каких-то там серьезных экономических причин для того чтобы все авиакомпании которые работали до пандемии останутся на плаву и к сожалению мы видим что вот есть естественно на мой взгляд это достаточно прогрессивная глава там о финансовой реабилитации то есть это одна из там стадии банкротства но она позволяет условно говоря вылечить скажем так то или иное общество но она работает крайне избирательно и на самом деле что касается финансовой реабилитации мы больше видели что по данной по данной норме шли банки прежде всего то есть но это другая история когда центробанк совершенно заинтересован там спасение того или иного банка и соответственно там разрабатывается специальный план поэтому поэтому да я думаю что действительно какие-то потенциальные банкротства у нас возможны и к сожалению наверное это не только у нас это в принципе по всему миру так к сожалению да то есть тут конечно же принципиальный вопрос удастся ли авиакомпании хоть что-то заработать в течение летнего периода причем я говорю хоть что-то это не для того чтобы расплатиться по долгам а чтобы иметь возможность тебе на отложить да то есть вот но предложить кредиторам хоть что-то чтобы это было основанием для того чтобы еще дальше это это долги реструктурировать потому что совершенно очевидно что расплатиться компании не смогут и здесь действительно очень важно как бы то есть насколько поскольку кредиторы тоже понимают что с авиакомпании по большому счету это взять нечего да как будет как будет построен диалог между ними это конечно же важно и интересно а вот скажите пожалуйста помимо авиакомпании понятно что у нас отрасл воздушного транспорта там имеется большое количество предприятий мы в первую очередь говорим про авиакомпании всегда но тем не менее ведь и аэропорты находятся в чрезвычайно тяжелом положении у них добавок еще огромная недвижимость да в отличие от авиакомпании где у них все-таки средства производства как правило в лизинге самолеты вот у аэропортов это на их балансе это вот огромная недвижимость соответственно за которую они платят налоги и так далее и вот на ваш взгляд насколько с аэропортами такая ситуация ну насколько великий риск банкротства аэропортов ну и может быть там каких-то других авиакомпаний которые ну так сказать заняты именно в области воздушного транспорта ну в принципе с юридической точки зрения аэропорта наверное тоже будут подпадать под мораторий потому что это транспортная индустрия вопрос только заключается в том что в каком в каком виде на данный момент аэропорты осуществляют свою деятельность да потому что если в отсутствие там внутренних полетов перевозок аэропорты как-то должны в любом случае с чего-то зарабатывать но я вам так скажу что процедура банкротства аэропортов она более сложная по своему объему потому что это прежде всего это состав имущества и недвижимого имущества которые входят в этот комплекс да ну я думаю что если мы говорим о крупных аэропортах то естественно им помогут так или иначе это связано там и со структурой собственности и с интересом государства а если мы говорим аэропортах более мелких то здесь да к сожалению наверное будет возникать вопрос а что делать дальше и будет ли прежде всего интерес у каких-то инвесторов может быть ближе к концу пандемии там рассмотреть возможность покупки данного актива потому что мы видим что это глобальный тренд по миру что люди у которых вернее компании у которых имеется достаточное количество денежных средств они сейчас смотрят как раз таки на определенные активы которые естественно упали в цене которые можно приобрести относительно недорог вот вопрос просто заключается в том насколько наверное для частных инвесторов будет интересно зайти в эту отрасль потому что я не вижу на данный момент наверное возможности чтобы все аэропорты как-то выжили потому что если мы говорим о крупных это понятно а если мы говорим о мелких средних о мелких то наверное здесь действительно будет также стоять вопрос о том как они будут выживать и если еще такое да естественно соответствующие компании которые вовлечены в данную деятельность в аэропортовую они также будут скажем так они очень зависимы от того что будет с аэропортом дальше а вот если например аэропорт представляет собой в губ да то есть унитарное госпредприятие там вообще процедура банкротства возможна или это чисто все на балансе государства и оно само решает вообще что с этим делать это государственный актив получается баланс того или иного либо субъекта федерации либо федеральное имущество там в отношении естественно процедура банкротства в отношении госпредприятия она тоже возможна просто вопрос в том что мы такие ну такие сценарии видим крайне редко как правило либо это имущество передается в каком другом ведомство я допустим вот видел что аэропорты сейчас пытаются очень активно перепрофилироваться для грузовых перевозок так же как и авиакомпании пытаются вовлечены в соответственно гражданскую авиацию пытаются каким-то образом свои услуги предложить в области грузовых перевозок ну естественно там наверное рынка на всех не хватит но тем не менее вот а с государственным с государственным имуществом я думаю что это маловероятно маловероятно все-таки там думаю будет и бюджетная помощь как на федеральном уровне так может быть в области и что-то будет от уровня субъекта федерации поэтому не настолько они будут сильно зависимы как частные аэропорты понятно ну вот в принципе такой знаете двойной вопрос может быть его на две части можно разделить да то есть может быть с одной стороны и может быть подводя итог вот теме банкротств да что бы вы могли бы и можно ли вообще что-то порекомендовать авиакомпаниям и другим участникам рынка в нынешней ситуации и как продолжение уже это как бы какие еще юридические аспекты сейчас нынешней ситуации актуальны для отрасли воздушного транспорта начнем с первой части я думаю да значит рекомендовал бы я наверное прежде всего диалог который должен быть максимально открытым между всеми участниками процесса это как то и контрагенты авиакомпании но мы видим что в принципе контрагенты там и лизингодатели и банки достаточно активно идут навстречу потому что понимают что на данный момент с авиакомпанией то взять то особо нечего да но лучше сохранить отношения перенести платежи те же самые и и ждать что рынок все таки так или иначе будет стабилизироваться и расти да несмотря на такое серьезное падение и естественно наверное все таки со стороны государства хотелось бы видеть скажем так открытость и наверное критерии которые помощи которые будут адресованы тем авиакомпаниям чтобы они были более открыты более прозрачны и по срокам более понятны вот это по первой части вопроса а по второй части вопроса это извините касается ну вообще вот помимо ситуации с банкротствами что еще актуально сейчас вот с точки зрения именно какие еще юридические аспекты деятельности игроков в отрасли воздушного транспорта сейчас по вашему мнению актуальны да ну вы знаете слава богу на данный момент мы не видим там череды банкротств и это может быть уже хорошо потому что в некоторых юридикциях мы видели видим массовое увольнение сотрудников это и нежелание даже компании как-то разговаривать с профсоюзами и так далее и так далее то есть на данный момент то есть скажем так если можно так сказать в россии относительно хорошо относительно хорошо потому что нету массовых увольнений я мы просто знаем там о том что это оформляется как вынужденный прогул там с сохранением оклада и так далее и мы не видим банкротств то есть как таковых когда действительно там подаются заявления там теми или иными кредиторами действуют которые действуют там сообща и так далее такого мы не видим и это наверное уже хорошо но чтобы как-то авиакомпании остались и продолжали работать естественно с надеждой на возвращение да на рынок им мне кажется нужно нужно в этом как-то помочь и вот это как раз таки возвращаясь к юридическим аспектам возможно стоит рассмотреть но мы уже видели что правительство достаточно много там отложило уплату страховых взносов там и так далее может быть действительно вот возвращаясь к теме которая недавно как раз обсуждалась на одной из ваших конференций может быть отменить полностью то есть рассмотреть отмену НДС из из того из того что мы видим помимо помимо да то есть основной тренд который мы сейчас видим авиакомпании пробуют реструктуризировать бизнес свой то есть в чем это выражается это выражается в том что я сейчас про европейский да они видят что модель которая была заложена под определенный бизнес в определенных условиях по понятным правилам более-менее до пандемии он естественно не будет работать в условиях после пандемии и поэтому если мы говорим о крупных авиакомпаниях соизмеримых по объему и перевозок и и флота допустим как аэрофлот то мы вот наша команда на уровне европейской команды сейчас очень сильно вовлечена вот в процесс так называемая вот реструктуризация там и создается новое принципиально новая модель подкат и новые там даже я бы сказал новые авиакомпании под которые переводится только тот необходимый объем флота который будет актуален ну я имею в плане перевозок там после пандемии мы это видим а старые отношения либо именно контрактные отношения по ним договариваются либо о ранних возвратах самолетов либо о переносе платежей либо мы даже видим тенденцию что компании пытаются сейчас подать опять-таки возвращаясь к главе 11 американского кодекса банкротства и пытаются закрыться временно данными нормами то есть тенденции такие что я думаю что мы это тоже скоро увидим я уверен что авиакомпании уже внутренне работают над этим как как перепрофилировать наверное неправильно стоит реструктуризировать свою модель поменять свою модель понимая что нам работать в условиях после пандемии будет достаточно сложно то есть мы видим тренд однозначный тренд в этом направлении да вот тут как раз у меня сразу же возник вопрос именно про роль юридических компаний в этом процессе вот вы уже упомянули просто расскажите подробнее то есть вот тут допустим с одной стороны допустим в отношениях между там кредиторами и должниками да тут юридическая компания она выступает она поддерживает диалог или выступает на чьей-то стороне это как бы одна часть вопроса другая часть вопроса это именно вот в этих процессах реструктуризации бизнеса и так далее вот тут вот какова роль юридической компании вы знаете роль вот в таких процессах она достаточно многогранна и команды которые участвуют юристов в данных процессах значит они есть специалисты по трудовому праву потому что возникает сразу масса вопросов большой очень пласт и специалисты здесь конечно нужны именно узкие которые разбираются в этих вопросах это одна команда вторая команда это непосредственно юристы которые вовлечены в область авиационных сделок потому что есть отношения как с лизингодателями есть отношения так и с производителями причем мы помним историю знаем историю про самолет 737 макс боинга и этот диалог в отношении между авиакомпаниями которыми уже сделали заказ и ну естественно не получили свои самолеты он продолжается и это тоже все входит в рамках реструктуризационного плана это это вопросы связанные с регулятивными особенностями это как то отношение с государственными органами по различным вопросам начиная там с получения лицензии переоформления лицензии заканчивая даже антимонопольным регулированием и естественно это юристы которые вовлечены в корпоративную сферу это как то создание обществ новых это консультации и акционеров и совет директоров по тем или иным вопросом вот основываясь на нашем опыте вот средний этап реструктуризации может занимать там вплоть до 5-6 месяцев то есть полностью чтобы один вид бизнеса переплаты и профилировать на другой это соответственно это и переводы лизинговых контрактов на новое общество это и возврат тех самолетов которые объективно в новых реалиях наверное спрос на них будет низкий и эти самолеты воздушные суда не получится использовать на уже новых маршрутах я бы так сказал по вашим оценкам как вообще изменится облик отрасли воздушного транспорта после того как значит ну естественно хочется спросить когда это произойдет вот тем не менее да в общем мы все надеемся что по крайней мере острый этап пандемии завершится вот и вот как вы представляете себе вообще как будет выглядеть отрасль вот после преодоления ну вы знаете мы на самом деле видим как китай начал восстанавливаться но опять опять же смотря на то что там вроде бы по прогнозам можно ожидать вторую волну когда она будет в каком объеме кого она затронет на данный момент очень сложно говорить все будет зависеть от того насколько просто быстро снимут все ограничения допустим мы уже видим что в соседнем государстве в казахстане уже вроде как начали внутренние перевозки осуществлять естественно я думаю что на первых порах точно не будет такого объема как раньше то есть если мы видим просто картину смотрим анализируем в картину то получается что поскольку ограничения снимает постепенно а некоторые страны мы видели что ограничения отменили а потом заново их ввели то получается что честно говоря по прогнозам пока достаточно сложно говорить мы естественно разумеется мы не увидим всех игроков на рынке мы не увидим но я думаю что естественно крупные игроки они останутся наверное объемы чуть-чуть подсократятся перевозок и наверное мы увидим новую волну связанную с тем что и активы подешевеют я имею ввиду прежде всего там авиационную технику а мы уже видим тренд на снижение и мы видим что многие авиакомпании уже активно разговаривают со своими контрагентами о том что и лизинговые платежи должны быть другие и многие рейтинговые агентства аналитически уже сделали свой прогноз говоря о том что стоимость техники как для покупок так и для лизинга снизится значительно с другой стороны то есть вот такой тренд на снижение может помочь определенным авиакомпаниям если не продолжить как раньше но по крайней мере остаться на плаву все будет зависеть от от государственных органов от регуляторов как быстро мы скажем так продолжим жить нормальной жизнью обычной ну да поскольку этот кризис в принципе он начинался не как экономический кризис не как стандартный так вот привычный да насколько кризис может быть привычным да именно кризис вызванный теми или иными экономическими причинами а он оказался совершенно внешним для в том числе и для отрасли воздушного транспорта потому что просто именно запрет на перевозки остановил всю деятельность да причем объективно говоря ну авиация авиационной индустрии ну пострадала ну наверное практически раньше всех и глубину падения мы наверное все таки мы уже можем оценивать но скажем так не до конца еще глубину падения предстоит изучить и понять то есть вот некоторые говорят там до 40 процентов некоторые говорят до 50 процентов будет падение вот поэтому все будет опять же зависит от того насколько быстро мы выйдем скажем так вернемся к нормальной жизни и второе насколько быстро все-таки разрешат осуществлять перевозки не только внутренние но и международные да и вот опять же таки после даже после снятия всех ограничений действительно принципиально важный вопрос это насколько быстро вот пойдет восстановление да то есть будет ли это довольно быстрый сценарий или наоборот все зафиксируется на каком-то низком уровне и будет после этого так медленно-медленно расти да ну вот и я прочитал интервью президента 7 господина филева который оценил прогноз очень консервативно он подошел что полностью мы вернемся только через год к большим перевозкам международным в том объеме в котором она была видимо да видимо вот но как говорится хорошо посчитать этот прогноз консервативным а не да а не считать что мы будем оптимистичными да совершенно верно хорошо александр какие-то еще вопросы на ваш взгляд сейчас имеется как бы хотели бы вы обсудить вопросы ну наверное наверное вот мы поговорили про американские законы банкротства я хотел бы наверное еще раз просто в заключение к нему вернуться и сказать что американские законы банкротства глава 11 может позволить авиакомпаниям поскольку мы уже говорим о прицельно про авиационный бизнес может являться вариантом для спасения если тайль на авиакомпании внутри страны уже исчерпал исчерпала все способы для того чтобы остаться на плаву я сейчас попробую объяснить значит это кстати не только россия к россии возможно это и к снг относится потому что в целом да то то как работает закон мне кажется может быть для некоторых наших авиакомпаний и россии и соседних государств спасением американский закон как я вот сказал ранее о банкротстве он позволяет применить статью 11 к любому практически юридическому лицу который имеет хоть какой-то актив в сша это может быть и в принципе общество которое можно создать достаточно быстро и оно будет аффилированное соответственно с авиакомпанией и с этого момента если мы смотрим на пошаговую инструкцию то есть мы подаем заявление и с этого момента все претензии всех кредиторов должны сниматься но здесь есть особенности связанные с тем что все таки сертификат эксплуатанты все разрешения они находятся выдаются непосредственно в государстве где авиакомпания работает поэтому здесь нужен будет очень тесный диалог с с регулятором прежде всего где надо будет объяснить зачем мы подаемся на вот этот закон о банкротстве потому что он прежде всего его может помочь привлечь финансирование это вот, очень важно потому что данный закон он может поспособствовать тому что авиакомпания может получить финансирование каким-то образом потому что в нашем законодательстве это не работает на данный момент то есть если мы не говорим о моратории, моратории это временная мера совершенно а если мы говорим об общих Об общих положениях законодательства, если ты находишься в той или иной стадии банкротства, даже финансовой реабилитации, получение денежных средств от кредиторов, это практически невозможный сценарий. И мы сейчас как раз-таки вместе с нашей командой из Вашингтона, из Нью-Йорка активно консультируем достаточно много авиакомпаний, которые хотят применить положение банкротства. Естественно, есть нюансы, особенности. Это и применение Кептаунской конвенции в отношении самолетов и техники, которые находятся в лизинге. Это и применение по Кептаунской конвенции так называемой альтернативы АП, которую Россия тоже о банкротстве, где 60 дней только отдается на то, чтобы претензии кредиторов не предъявлялись в отношении лизингдателей, в отношении авиационной техники. То есть по большому счету дается 60 дней на то, чтобы защититься от них, а после посещения этого периода они все равно имеют право забрать данную технику. Но так или иначе, в принципе, мы провели такой небольшой анализ и пришли к выводу, что Chapter 11, в принципе, может быть применим к российским авиакомпаниям, авиакомпаниям в СНГ. И при правильной координации работы он может быть действительно хорошей опцией для того, чтобы авиакомпания продолжала свою деятельность. И мы видели очень много примеров не только американских авиакомпаний, но и других, которые, проходя через эту процедуру, не останавливая свою деятельность, продолжая получать финансирование от банков, от кредиторов и исполнять самые важные контракты, которые нужны будут для их деятельности. То есть авиакомпании возвращались к нормальной жизни. Но опять же, вот я оговорюсь, все будет зависеть от того, насколько быстро мы сами вернемся к нормальной жизни. Вообще, вот это очень интересно, то, что вы говорите. Правильно ли я понял, что существует вот такая возможность? Понятно, что у многих авиакомпаний самолеты в лизинге, причем лизингодатели – это иностранные компании, которые очень обеспокоены, естественно, судьбой своих активов и ситуацией с лизингополучателем. Соответственно, если авиакомпания говорит, ну, товарищи, вот я, так сказать, вот таким вот способом я подаю на банкротство по одиннадцатой главе, то для них получается, ситуация становится для них совершенно понятной. То есть они знают, как работает одиннадцатая глава, они понимают, что компания будет продолжать работать, они понимают, что, в общем-то, их, как сказать, обязательства, они, ну, они заморожены, да, то есть они защищены. Абсолютно верно. Вот. И, кроме того, компания получает возможность дополнительного кредитования, они, в свою очередь, тоже могут, как бы, в этом деле, теми или иными способами участвовать для того, чтобы, ну, улучшить положение, собственно. Да, они могут активно участвовать в жизнедеятельности компании, причем, если я не ошибаюсь, сроки по главе одиннадцатой – это от 120 дней до 270. По решению суда этот срок может быть продлен. И что еще самое интересное, наверное, есть возможность защитить своих директоров, что, в принципе, невозможно не только в России, но и много где в странах Европейского Союза. Ты оставляешь весь свой менеджмент, который продолжает работать. Как я уже сказал, ты защищаешь директоров и акционеров от претензий третьих лиц. И, в принципе, вот такое широкое применение законодательства, банкротства американское, оно и защита должников, я думаю, что это может быть действительно очень хорошей опцией для многих наших авиакомпаний. Да, и тут, конечно, важный аспект, чтобы таким превентивным образом просто рассказать об этом российскому регулятору, чтобы он понимал, что происходит. И, наоборот, понимал, что вся эта система, она дает возможность вообще сохранить компанию и сохранить ее как налогоплательщик и вообще как хозяйствующего субъекта. И урегулировать отношения с иностранными лизингодателями и так далее. То есть продемонстрировать заранее все плюсы, чтобы не было вот этого стремления на всякий случай остановить свидетельство. Ну да, вот это очень правильная постановка вопроса, потому что ни о какой остановке жизнедеятельности компании речь не ведется. Наоборот, то есть нормы главы 11, естественно, есть случаи, когда они не помогают. Это понятно, это не панацея от всех бед, но они действительно могут быть полезны вот в данной ситуации, в текущей ситуации, в условиях пандемии. Потому что мы видим действительно возрастающий интерес к данной норме, данной процедуре, скажем так. И тесный диалог с регулятором, тесный с местными авиационными властями обязательно должен проходить. Сертификат эксплуатанта, все необходимые разрешения, естественно, они должны оставаться в силе. Есть нюансы, связанные с тем, что у нас в отношении банкротства российского нет двусторонних соглашений ни с одной страной мира. Но, в принципе, инициирование главы 11 в США, она никоим образом не затрагивает местные нормы о банкротстве. Поэтому, если мы говорим о том, что, естественно, все нужно анализировать, объем контрактов, объем договорных отношений с контрагентами, естественно, какой-то российский кредитор может сказать, а я не признаю положение закона американского, и мои требования остаются в силу, и я иду параллельно, подаю на вас суд о банкротстве. Ну, тогда мораторий. Вот. Большой пласт вопросов. На самом деле, и от этого сценария есть решение, оно выдается там американским судом в рамках международных договоров. То есть это, в принципе, тоже возможно. Я думаю, что сейчас рассказывать о всех деталях, тем более, мне кажется, нужно еще американских коллег привлечь под разговор. Наверное, это будет тема, какой-нибудь следующий нашего разговора или дискуссия. Да, спасибо. Вообще, это все, на мой взгляд, чрезвычайно интересно. Именно то, что мы вот услышали, то, что существуют возможности даже в ситуации, которая, казалось бы, выглядит как совершенно безнадежная, тем не менее, то, что можно воспользоваться некоторыми, так сказать, прогрессивными юридическими нормами уже такими, общемировыми. И, конечно же, вполне вероятно, что для каких-то компаний это может оказаться, ну, непростым, конечно, но простых путей, в общем-то, уже и не осталось. Непростым, но все-таки способом выхода из нынешней тяжелой ситуации. Да, причем, вы знаете, процедурно это может быть звучит так, мы здесь, США там, как мы это все будем делать. На самом деле, все, 21 век работает все достаточно быстро. Вот, поэтому, естественно, перед принятием того или иного решения, вот, коллеги мои писали большие меморандумы для совета директоров или акционеров, для того, чтобы они понимали вообще, что это, как это. Поэтому, в принципе, я могу даже сказать, что при правильном подходе это можно сделать достаточно быстро, и это действительно сможет помочь. Здорово. Александр, большое спасибо за очень интересный рассказ. Вот, мы, ну, реально узнали много нового и интересного. Я думаю, что это очень полезная информация и для авиакомпании, и для других игроков рынка воздушных перевозок. Поэтому, я думаю, что мы будем продолжать, вот, и серию наших диалогов, и оставаться на связи, и сообщать о том, что происходит, и как можно вообще преодолевать нынешнюю ситуацию. Большое спасибо. Спасибо, что пригласили. Алексею было очень приятно. В следующий раз, надеюсь, мы встретимся уже, или там, в ближайшее время немножко в других условиях экономических. А я, в принципе, могу, на данный момент не могу просто много чего говорить, потому что это только официальная информация в работе. Но по той же там главе одиннадцатой, надеюсь, в следующий раз у меня уже будет более, скажем так, публичная информация, которую я смогу рассказать. Потому что, действительно, это очень интересно. И я думаю, что в ближайшее время смогу поделиться с вами новостями. Здорово. Это действительно очень интересно и важно. Так что, еще раз спасибо, до свидания и до новых встреч. До новых встреч, спасибо.